Всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать что-то наподобие распаковки посылок, но я их уже вчера распаковала, просто мне было лень как-то снимать видео. Но сегодня вам покажу, что я вот получала за ближайшие дни. Здесь было много таких интересных для меня вещей, поэтому я вас приглашаю к просмотру. Ну и давайте начнем мы с вот такого чудесного яблочка. Это была рассылка The Body Shop к Новому году, как бы подарок, такой презентик небольшой. Мне очень понравилось именно оформление, оно бесподобное, оно чудесное. Мне кажется, любому, кому подарят такой подарочек, будет очень доволен. Во-первых, вот это можно использовать как шкатулочку, которая открывается вот так. Она очень такая прочная, надежная, цвет шикарный просто. И по-моему, этот набор представлен в магазинах The Body Shop именно в качестве идеи подарков. Далее, здесь были миниатюрки такие. Начнем с вот этого геля для душа, который я уже не удержалась и начала тестировать. Вот эти гели для душа очень экономичные, несмотря на то, что они достаточно жидкие, кажется. Но вот я уже воспользовалась, то есть его раз на 10, я думаю, так точно хватит. Не помню, сказала или нет, это у них новая зимняя серия морозная клюква называется. И еще одна серия у них была, это зимняя слива, но я вам ее чуть позже покажу. Вот такая миниатюрочка. Обожаю вот эти гели для душа, потому что они оставляют аромат на теле, они абсолютно не сушат кожу, хорошо за ней ухаживают и очень-очень экономичные. Далее, это миниатюрка бодибаттера под таким же названием морозная клюква. Я сейчас использовала вот вчера буквально как масло такое для рук, но мне не совсем понравилось, как раскрывается аромат на теле. Он немножечко химическим каким-то отдает, но в принципе для рук пойдет, хорошо увлажняет. Далее вот такой скрабик, тоже очень приятненький, маленький такой вот. Классно пахнет, мне кажется, будет точно так же раскрываться, как и гель для душа. И последнее, это у нас вот такой сияющий лосьон, кстати, очень будет мне в новогоднюю ночь под платье, думаю, будет замечательно смотреться, потом у меня еще день рождения, поэтому вот такая миниатюрка мерцающего лосьона, думаю, будет супер. Так что вот такая первая идея подарка, на мой взгляд, очень мило, очень приятно. Еще одна посылка от The Body Shop мне приходила, это первая была, чуть раньше она мне пришла. И здесь у нас была книжечка, кстати, с вот этой вот серией, видите, есть точно такое же яблочко, но только с морозной сливой. И далее, вот уже здесь все показано, какие есть наборчики у них на Новый год, здесь есть и для мужчин различные наборчики, но интересные такие у них подарки всегда. Итак, здесь уже полноразмерные версии. Первая это эксфолиант для тела, точно такая же консистенция, как и у морозной клюквы, просто баночка побольше. Вот так это все аппетитно, как варенье выглядит. По-моему, сахарный. Если я не ошибаюсь, пахнет приятно, но тоже достаточно специфически, я бы сказала. Вот это я уже использовала на тело. Это баттер у нас, тоже уже в полноразмерной версии. Консистенция у него приятная, нежная такая, на ощупь. Хорошо увлажняет, но запах достаточно едкий. И третье, что у меня было, это вот такой бальзам для губ. Я вам уже о нем рассказывала, к сожалению, он мне не понравился, потому что, опять же, очень такой навязчивый аромат у него. В принципе, действия особого я какого-то не заметила. Такого оттенка на губах не оставляет, но он просто прозрачный. Но вот как-то так, к сожалению, я не смогла с ним подружиться. Итак, следующее, что я вам покажу, для меня очень непонятная вещь, непонятный какой-то набор. Это у нас для интимной гигиены. Там, насколько я читала, они в каких-то дорогих гостиницах, да, то есть, ну вот что-то такое. Я особо не поняла, что это и как этим пользоваться. Я пока что не пользовалась вообще, но вот здесь такой красивый набор. Мне, конечно, безумно понравилась вот эта коробочка-шкатулочка. Она из очень плотного материала, и, скорее всего, это для меня будет самая полезная вещь из этого набора. Здесь идут салфетки. Они бумажные, достаточно тоненькие, но очень мягенькие и нежные на ощупь. И далее здесь два флакончика. Я думала, что будет гель для умывания, но, к сожалению, здесь опять же два каких-то лосьона, не совсем понятных для меня. Вещь достаточно дорогая, не совсем понятная, и поэтому вот как-то так. Я оставлю сайт, вы посмотрите, конечно, если вам интересно. Далее еще одна посылка косметическая, потом уже одежду вам покажу. Это у нас косметика профессиональная итальянская Лиса. Я наслышана об этой косметике. Продукты я здесь выбирала не сама, просто попросила выбрать что-то хорошее, что-то на самом деле действенное, ну и указала, конечно же, свой тип волос. К сожалению, мне первое, что прислали, это шампунь для окрашенных волос. Я, конечно, обязательно его попробую. Я думаю, что вот прямо в ближайшие пару часов. Приятный аромат у этой косметики. Далее вот такая маска. Вот здесь, конечно, аромат просто шикарный. Он мне настолько сильно понравился. Вот так выглядит масочка. Я уже немножечко, ну просто обычная белая маска. Но аромат, конечно, очень-очень хороший. Насколько я помню, мне написали, что вот эта маска из новой какой-то серии. Маски я люблю, поэтому будет кстати. Ну и третье, что мне прислали, это спрей для блеска и для укладки волос. Такие спреи я тоже очень сильно люблю. Главное, чтобы они не пачкали волосы. И показываю вам пятую посылочку в этом видео, которой я осталась достаточно довольна, скажем так. Сайта SheinSite эта посылка. И первое, что я уже показывала в Инстаграм, вернее, я была просто одета в это платье, и меня спрашивали, откуда оно. Хорошего качества. Я заказала размер XS, но размер XS очень-очень в талии широкий такой, поэтому обязательно нужен какой-то поясочек. Платье хорошее, но носить его обязательно надо вместе с леггинсами, либо очень плотными колготами, потому что оно достаточно коротенькое, такое игривое. Мне нравится и принт вот этот, и клеточка. Это, в общем-то, классное платье, и три четверти рукав здесь, никаких ниточек не было. Следующее платье я скорее бы назвала домашним. Оно из хлопка, оно очень такое легенькое, очень тоненькое. Рукава мне в этом платье очень напоминают какую-то пижамку, и само по себе оно мягкое, нежное, приятное. Ну, мне кажется, такое домашнее, уютненькое платье. Оно, кстати, в обтяжку идет. Вот я не помню, здесь был размер, да, здесь размер у меня S в этом платьишке, и оно такое, ну, чуть не достает до колена. Следующее у нас платье снегурочки, оно почему-то мне пришло в размере M. Оно на меня большое, оно очень широкое, у него какой-то непонятный крой, хотя материал очень приятный, такой вот мягенький. Ну, в общем, правда, платье снегурочки. Рукава, кстати, длина хорошая у них, не короткие. Оно сделано вот так в виде трапеции, и оно тоже очень-очень короткое. Опять же, надо с чем-то очень плотным носить. Далее, вещь, которая мне понравилась, которую я заказывала в размере M, это вот такая юбка шикарного оттенка. Кстати, чем-то похож оттенок на яблочко от The Body Shop, но этот более темный, именно вот этот модный видный оттенок. Ну, и последнее, что я вам покажу в этом видео, будет вот такая интересная кофточка, которая мне очень понравилась, и которая сзади выглядит вот таким образом. То есть, здесь просто оно на бантик завязывается. Мне кажется, интересно будет смотреться поверх каких-то и платьиц, и вместе с маечкой, например, с юбкой какой-то. Вот такая она разлетайка немножечко. Она такая разлетайка немножко получается. Красивое плетение здесь. Кофта очень мягкая, приятная. Еще мне нравится вот такой нежный молочный какой-то оттенок. Он не белый. В общем, все, как я люблю. Думаю, что вот в ближайшее время уже буду носить. Вот такая интересная кофточка. Хочу вам сказать спасибо за внимание. Мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока!